В 2016 году на Гомельшине выявлено больше за 5000 невыкористовываемых объектов у всех форма уластности. На данный момент выраженный лес амали 70% из них. Некоторые объекты вызначены под взнос, певная шастка утягнута у господарший оборот. Работа по организации аукционов оценена как эффективная. Все лета их прошло около 90. Реализовано 68 объектов. У вынеков бюджет поступило больше за 1 200 000 рублей, и это лепший показчик Украине. У таких будинках, как правило, организуются вытворщисти, а значит, заявляются новые операционные месяцы. Те, которые были приобретены в этом году, конечно, еще рано говорить об организации стопроцентного производства. Но сегодня видна такая тенденция, что у нас объекты покупают из первых торгов. Те, которые ждали. Мы, конечно, реализуем и те объекты, которые не проданы у нас с 2013-2015 года, но это за одну базовую величину. А сегодня у нас порядка 10 объектов было уже продано с первых торгов, то есть за 100%. И, в принципе, постепенно открывается производство. Иснуют и инши формы выкрыстания набитых прас аукцион объектов. Например, у гэтым будинку по улице Кирова ранее была пральня, а зараз крама бойной гандльовой сетки. Гэтые объекты по улице Барикена были реализованы фондом Гомель, а был майомость усяго некальки месяцев тому. Зараз тут проводится реконструкция. А вот этот будинок по улице Прилятарской является исторической каштовностью. И он был побудованный еще в 19-м 100-м годе. Сначала тут находился дом староверов Кузнецовых, которые по известках уже за все были связаны с Ковальской справой. Потом размещались разные ведомства, а пошли господа – военная прокуратура. Будинок был набитый прас аукцион в вересне минулого года. Новое призначение – объекты громадского хоршевания. За этот час проведена колоссальная работа по его обновлении. Будинок Амаль полностью отреставрован из Вонкового боку. Внутри ремонтные работы протягуются. Многие предметы будущего интерьера, до речи, зроблены кавалями и рамесниками. Новый господар Юрий Сулимов про термин открытия объекта пока не говорить, однако означая, что новый декрет президента об развитии предпринимательства дозволит это заработать из наших худшей. И в этом плане я считаю, что это очень положительные моменты. Думаю, что будет гораздо проще согласовывать дополнительную документацию. И в новом свете здание увидит объект общественного питания для непосредственно всех жителей города, а также и гостей. Будет выполнен в старообрядческом стиле. В целом работа по выкрыстанию держмаемости на Гомельшине оценивается становчиво, а лейснують резервы. У приватности треба узмаснить работу по заденешине неэффективно выкрыстовываемой маемости для заденешине развитию предпринимательства.